Приветствую вас, господа трейдеры, на очередном еженедельном видеообзоре валютного рынка, основанном на измененном волновом анализе Эллиота. На прошлой неделе валютная пара евро-доллар дала нам отличную покупку. Как вы помните, для того, чтобы рассматривать продажу, нам нужно было пробить наклонный канал в восходящей конструкции, после этого получить волну коррекции, после этого продавать на пробитии минимума. Ну, как мы видим, что пробить мы наклонный канал, конечно же, пробили, но дальше уже не было продажи, потому что у нас была не коррекция волна В, а импульс волна С. И также вы помните, что для того, чтобы покупать, нам нужно было просто завершить нисходящую конструкцию, которая у нас была. То есть у нас была вниз А, В, С, мы по ней построили наклонный канал, и что нам нужно было? Нам нужно было получить волну А, которая пробивает наклонный канал, после этого коррекция волна В, и точка входа на откате В, то есть у нас здесь получилась какая разметка? У нас получилась вверх волна А, вот эта вот усеченная синяя конструкция, это было не что иное, как волна А, вниз коррекция волна В, и вверх А, С, Б, С, С, была покупка. Впрочем, вверх мы прошли очень сильно, поэтому, конечно же, все возможные профиты были взяты, взяты были очень легко. Итак, что у нас есть сейчас? У нас формируется нисходящая конструкция, но пока еще она не сформировалась. Если мы хотим продавать, то мы можем продавать просто ниже зеркального уровня 1.1538, что это будет за продажа. Такая продажа будет на завершении вот этой вот конструкции, мы ее сейчас разберем. Итак, у нас есть вверх волна А, вниз коррекция волна В и вверх усеченная волна С. Вот она, эта усеченная волна С, она короткая, она не дошла до уровня 123.6 по Фибоначчо от волны А. Следовательно, мы можем рассматривать продажу при усеченной волне С. Строим, конечно же, по этой конструкции наклонный канал, но здесь нет его смысла строить, потому что и так видно, что он был пробит. Вот он, наклонный канал, конечно же, здесь было пробитие. Вниз есть волна А, предполагаемая. Вниз волна А, уровня H1. Вверх коррекция волна В. Вот она, наша коррекция. И вниз мы хотим получить волну С, соответственно, на пробитии уровня 1.15.38 мы можем рассматривать продажу. А стоп-лосс за уровень 123.6 от волны А. Давайте определим, где он должен быть. Натягиваем Фибосетку на волну А и смотрим, где уровень 123.6. Вот уровень 123.6. 1.16.46. На уровне 1.16.46 ставим стоп-лосс для продажи. Давайте рассматриваем возможную покупку. Если мы рассматриваем покупки, первый вариант по текущей ситуации. А сейчас мы видим, что уровень 88.2 пока еще не пробит. Следовательно, мы можем предположить, что... Вот мы натянули Фибосетку и мы видим, что уровень 88.2 не пробит. То есть цена не дошла до уровня 88.2 и его не пробила. В таком случае мы можем предположить, что вот это вот вверх волна А. Вниз коррекция волна В. И вверх, конечно же, мы можем получить волну С. В таком случае покупки можно рассматривать выше уровня 1.59.01. Покупки на откате В. В таком случае мы предполагаем, что вот эта вот голубая конструкция – это волна А. Вниз коррекция волна В. Вверх АС, ВС, СС. И покупаем, соответственно, выше уровня 1.15.89. На ловушке для профи на вершине 1.16.18 обязательно переводим сделку без убыток. Также можно зафиксировать часть прибыли. И второй вариант для покупок. Если пробиваем уровень 88.2, то мы получаем, соответственно, ну даже если пробиваем минимум, то мы получаем продажу. И здесь мы можем рассмотреть переворот. Почему мы можем рассмотреть переворот? Потому что мы видим, что у нас уже какое-то долгое время идет восходящее движение. И может быть такое, что вот эта вот нисходящая конструкция – это волна В, то есть это коррекция. В таком случае нам необходимо построить наклонный канал по нисходящей конструкции, который у нас может сформироваться. И уже на завершение данной конструкции мы переворачиваемся. Вверх волна А, вниз коррекция волна В. И на пробитие волны А мы закрываем нашу покупку. То есть закрываем, получается, ее раньше, чем стоп-лосс. Намного раньше получится, чем стоп-лосс. Вообще, когда вы используете переворот, то, как правило, ваш стоп-лосс очень сильно уменьшается. То есть если вы торгуете с риском 1% на сделку, то стоп-лосс за счет переворота может быть не 1%, а 0,3%, 0,2%, то есть намного меньше. Здесь как раз вот эта вот ситуация может случиться, что если у нас будет торговый план на покупку, то, конечно же, зачем нам держать продажу. То есть здесь продажу закрываем, открываем покупку. На максимуме, на ловушке переводим сделку без убыток. И дальше стейк профита мы с вами уже определились. По валютной паре фунт-доллар у нас были также отличные покупки. Впрочем, вот наш торговый план, который мы составляли на прошлой неделе. Вы помните, что главное условие для покупок было завершение вот этой вот синей восходящей конструкции. Я вам объяснил почему. Потому что у нас волна С пробила наклонный канал, а необходимо, чтобы волна А это сделала. То есть нам нужно было получить из А, В, С волну А. После этого получить коррекцию волну В. После этого А, С, В, С, С, С была покупка. То есть здесь была простейшая покупка. И именно по сценарию, который мы с вами построили. То есть у нас было пробитие наклонного канала. Вот оно, это пробитие, его видно. То есть вверх волна А, вниз коррекция волна В. Даже вот видите, здесь немного вот так вот правильно построили наклонный канал. То есть мы построили наклонный канал по синей конструкции. Мы видим, что вниз волна А пробила наклонный канал. Но это была не волна А, это была волна Б. Почему? Потому что 88,2 от А мы не взяли, то есть от основной конструкции. То есть у нас получилась вот эта волна А, синяя конструкция, а вниз волна Б и вверх волна А. То есть в принципе здесь получилось именно так, как мы и рисовали. То есть вверх волна А, вниз коррекция волна Б и была покупка. А покупка также дала все профиты, которые мы с вами строили. То есть в принципе мы до всех уровней дошли. Поэтому здесь легкая была покупка. Покупка была, как я уже сказал, строго по сценарию. И когда нам сейчас рассматривать покупки и когда рассматривать продажи. Сегодня мы видим сильное нисходящее движение. Такое, я бы сказал, очень сильное движение. Это М30. И мы видим, что за последнюю половину дня у нас не было ни одной бычьей свечи. Такое бывает редко. Но вот видите, оно кстати происходит. Что нам надо для того, чтобы продавать? Для того, чтобы продавать, необходимо получить восходящую трехволновую конструкцию. Для того, чтобы мы могли получить более выгодную цену. Потому что сейчас продавать я не буду. По той причине, что сейчас уже просто дорого. Можно было продавать вот здесь. То есть на пробитии этого минимума. То есть вниз волна А, вверх коррекция волна Б. Можно было здесь продавать. Но это было почти 40 пунктов назад. То есть сейчас, конечно же, никакие продажи я не рассматриваю. Мне нужно получить восходящую трехволновую конструкцию. На завершение восходящей трехволновой конструкции можно будет, конечно же, продать. То есть А, Б и вверх волна А, С. Получаем эту трехволновую конструкцию. После этого строим по ней наклонный канал. И на завершение уже этой восходящей трехволновой конструкции, предположительной коррекции мы рассматриваем продажу. То есть вниз волна А, волна Б коррекция. И на пробитии волны А мы рассматриваем продажу. Вот такая вот продажа. То есть для продажи нужно получить коррекцию. Коррекции сейчас нет, поэтому продаж тоже сейчас нет. Что надо для того, чтобы покупать? Ведь вполне может быть такое, что вот эта вот нисходящая синяя конструкция, которую мы с вами сейчас видим, она же может быть волной Б. Почему она может быть волной Б? Давайте разберемся. Итак, мы видим, что наклонный канал нисходящей конструкции, вот он, наклонный канал нисходящей конструкции на Д1, он пробит. То есть мы видим это пробитие наклонного канала. О чем это говорит? Ну, как минимум, это может быть просто начало разворота. И вниз сейчас, возможно, идет коррекция. Возможно, мы этого не знаем, поэтому мы будем работать только на завершении конструкции. Итак, мы видим, что у нас есть нисходящая синяя конструкция. И покупки рассматриваю строго после завершения нисходящей синей конструкции пробитием наклонного канала. Пробили наклонный канал, получили волну А, после этого коррекция волна Б. Если коррекция глубокая, то внутри волны Б волна АС, волна БС и вверх волна СС. То есть вот такая вот покупка. Или, если волна Б короткая, то просто на пробитие волны А рассматриваю покупку. Такая покупка будет на откате Б. В таком случае мы предполагаем, что вот эта голубая конструкция вверх – это волна А, трехволновка вниз – это волна Б, и вверх волна АС, БС, СС. Мы рассматриваем покупку. В таком случае на максимуме 1.2931 обязательно переводим сделку без убыток, как минимум. Также можно зафиксировать часть прибыли. И для определения профита на покупку натягиваем фибосетку на волну А. И в профит берем уровень 138.2 – 1.30.34. Австралийский доллар против американского доллара дал нам отличную покупку. Вы помните, что на прошлой неделе у нас была восходящая трехволновая красная конструкция, которая была завершена пробитием наклонного канала. И было главным условием – это завершить нисходящую конструкцию, которая дала как раз вот это вот пробитие. Конечно же, мы построили наклонный канал по нисходящей конструкции. И после этого волна АС пробивает наклонный канал, получение волны коррекции, волны БС. И вверх волна СС была покупка. То есть здесь покупка была очень простая. Целевые уровни мы ставили. Уровень 138.2 – 0.73 – 12. И уровень 200 по Фибоначчи – 0.73 – 0.57. Все уровни были взяты. После этого цена развернулась от уровня 200. То есть здесь немного даже мы пробили уровень 200. Но после этого началось нисходящее движение. Но мы уже закрыли свои сделки. Поэтому нам как бы было уже и все равно. Что у нас есть сейчас? У нас есть сильное нисходящее движение. И когда нам рассматривать покупки и когда рассматривать продажи. Покупки лучше рассматривать на завершение всего нисходящего движения пробитием наклонного канала. Против тренда мы стараемся не торговать. Мы видим сильный нисходящий тренд. Поэтому давайте завершим этот сильный нисходящий тренд пробитием наклонного канала. После этого получение коррекции волны Б. И уже внутри волны В, волна А, С, волна В, С и волна С, на пробитие волны А, С мы рассматриваем покупки. Точка входа на откате В, в таком случае мы предполагаем, что это вверх волна А, вниз волна В, А, С, В, С, С, мы покупаем. На вершине волны А мы обязательно переводим сделку без убыток, закрываем одну вторую. И цель 138,2 от волны А. Когда нам рассматривать продажи по текущему тренду? Для того, чтобы продавать, нужно просто повысить волновый уровень нисходящей конструкции. То есть нужно пробить наклонный канал коричневой конструкции. Мы видим, что вниз есть волна А, коррекция волна В и вниз волна С. Нам нужно пробить наклонный канал и обязательно, чтобы это у нас была трехволновая конструкция. То есть нам нужна восходящая трехволновая конструкция, которая пробьет наклонный канал нисходящей конструкции. После этого строим наклонный канал по восходящей трехволновой конструкции. Мы построили наклонный канал и на завершение этой восходящей конструкции мы рассматриваем продажу. Пробили наклонный канал восходящей конструкции, то есть мы завершили этот восходящий предположительно коррекционный тренд. После этого получили коррекцию волну B и вниз волна C мы продаем на пробитие волны A. В таком случае мы предполагаем, что вот эта вот трехволновка коричневая это будет волна A, вверх трехволновка это волна B и вниз A, C, B, C, C мы продаем обязательно на минимуме, который будет переводим сделку в без убыток, это обязательное условие, потому что это ловушка для профи. И для определения профита натягиваем фибосетку на волну A, которая будет, потому что мы еще можем ниже пройти. И в профит берем уровень 138,2 по фибоначчи. По валютной паре новозеландский доллар против американского доллара у нас также была отличная покупка. Вы помните, что для того, чтобы продавать валютную пару, нам нужно было завершить восходящую конструкцию, после этого получить волну коррекции, после этого была бы продажа на пробитии минимума, то есть на пробитии предполагаемой волны A. Но не было этого пробития, поэтому у нас была покупка, потому что мы покупку рассматривали на завершении нисходящей конструкции, то есть мы предполагали, что вот эта трехволновка это будет волна A. Вы помните, что я говорил о том, что если будет пробит наклонный канал, а вот он был здесь пробит, то у нас будет повышение волнового уровня восходящей конструкции. То есть мы пошли вверх, получили волну А, вниз коррекция волна Б. И вверх волна А, Ц, Б, Ц, Ц была покупка, как мы с вами и разбирали. Цена сильно прошла вверх. Цель у нас была максимальная 0.6717, которая была прекрасно достигнута, после чего был разворот. Как видим, профит был легкий, торговый план отработался точно так, как мы с вами рисовали. Ну, мы торгуем по торговой системе умная торговля, а как мы знаем, торговая система умная торговля, потому и умная, потому что здесь все технически правильно рассчитано. Что у нас есть сейчас? У нас есть сильное нисходящее движение, впрочем, как и по австралийскому доллару мы с вами смотрели, также есть сильное нисходящее движение. Здесь похожая ситуация. Вниз есть коричневая конструкция уровня М30 и в ней конструкция уровня М15, то есть под волны коричневой волны С уровня М15. Когда мы рассматриваем покупки и когда рассматриваем продажи? Покупки я рассматриваю строго на завершение всего нисходящего движения, то есть нужно пробить наклонный канал, получить волну коррекции. И внутри волны коррекции уже под волна А, под волна Б и на пробитие под волны А я рассматриваю покупки, то есть покупки на завершение всего нисходящего движения. А для того, чтобы продавать, нужно просто повысить волновой уровень, то есть завершить нисходящую конструкцию уровня М15. Получить трехполновую конструкцию, это обязательное условие. Пробьем мы наклонный канал волной А или пробьем наклонный канал волной С, это не важно. Важно получить трехполновую конструкцию и важно его пробить, то есть пробить наклонный канал, тем самым завершить эту красную конструкцию. После этого строим наклонный канал по восходящей конструкции, которая будет. Это же будет какой-то восходящий тренд и нам нужно дождаться его завершения, то есть пробить наклонный канал, после этого получить волну коррекции волну Б и на пробитие волны А мы рассматриваем продажу. В таком случае мы предполагаем, что вот эта трехволновка это будет волна А, вверх трехволновка это коррекция волна В, и вниз волна А, С, В, С, С, С. Обязательно на минимуме, который будет переводим сделку без убыток, это ловушка для профи, также может зафиксировать здесь часть прибыли. Для определения цели натягиваем фибосетку на волну А, и в профи берем уровень 138,2, по фибоначу, впрочем, все как всегда. По валютной паре американский доллар против швейцарского франка мы рассматривали покупки выше уровня 0,9975 и продажи ниже уровня 0,99004. Также мы рассматривали продажи на ретесте уровня 0,9975, которые, кстати, здесь были, и были очень хорошие ретест этого уровня, то есть мы его не пробили, мы об него ударились, после этого пошли вниз, здесь, конечно же, можно было продавать. И покупки мы рассматривали от уровня 0,99004, но, как мы видим, здесь сразу был уровень пробит, и цена оказалась ниже, поэтому, конечно же, покупки здесь были невозможны от уровня 0,99004. Сейчас мы видим нисходящее сильное движение, после чего образовалась восходящая трехволновая конструкция. Так, когда нам продавать по основному нисходящему тренду? Мы видим, что основной тренд нисходящий, поэтому вполне возможно, что вот эта вот восходящая конструкция не что иное, как волна B. А значит, нам нужно дождаться завершения этой восходящей конструкции, пробить наклонный канал, после этого получить волну коррекции, и после этого продажи на пробитие предыдущего минимума, то есть на пробитие волны A. На ловушке для профи на уровне 0,98, 0,6 обязательно переводим сделку без убыток, для определения профита натягиваем фигасетку на волну A, и в профит берем уровень 138,2 по Фибоначчи. 0,97, 40. Для того, чтобы покупать валютную пару, необходимо обязательно получить трехволновую нисходящую конструкцию. Волна A, волна B и вниз волна C. Если пробьем наклонный канал волной C, то будет хорошо, потому что это будет повышение волнового уровня, тогда будут просто больше цели. Если пробиваем наклонный канал, то мы можем предполагать, что вверх трехволновка это волна A, вниз коррекция волна B, и после этого строим наклонный канал по нисходящей трехволновой конструкции, и точка входа на откате B, то есть пробили наклонный канал, получили волну коррекции, и вверх волна C, то есть A, C, B, C, C, C. В таком случае на ловушке для профи обязательно переводим сделку без убыток, ближайшая цель на уровне 138,2 от волны A. У меня на этом все. Зарабатывайте вместе с нами. Профита вам и благополучия. Пока!